Какие доработки негативно влияют на двигатель? Причем в данной ситуации это практически любой двигатель внутреннего сгорания. Ну, мы продолжим на наших оппозитных от Урала МТ. Речь идет об увеличении мощности, форсировке и изменении степени сжатия для высокооктановых бензинов. И тот, и тот движок при этом получат ускоренный износ своих деталей. Нагрузки увеличатся, в частности, и на коленвал. Но многие идут на этот шаг, осознавая этот факт. Ну, а кто-то вовсе не знает и не предполагает, что это навредит. В данной ситуации, кстати, вероятность пострадать от увеличенных нагрузок именно у ураловского движка. Из-за особенностей коленвала. Как я уже говорил ранее, его колено состоит из частей, а точнее их семь. Так вот, случится может следующее. Колено может просто провернуть. А вытихающие отсюда плачевны. Клинт движка, убой головок, ну и так далее. Днепровский двигатель же будет переносить эти нагрузки более адекватно. И, так как его коленвал цельный, такой беды нам не ждать. Но вкладыши все же будут иметь ускоренный износ. И тут важным моментом будет доработка масляной системы. Ну, или хотя бы необходимость следить за уровнем масла. Также заливать более качественное, нежели можно было себе позволить раньше, масло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok